Винограды Че, че там? Куда же? Что там такое? Ничего не надо вам! В воскресенье ничего не надо! Не приучайтесь к этому! Тети обойдутся без дяди и все нормально! И без вас! Тети что-то там надо? В воскресенье! Умная такая! Вот и есть! Уже знаете! Что-то в нас... Далю неделю сни, Утешителю души истины, И везде сни, И все исполняй, Сокровища благих, И в жизни подателю, Придицы висявны, И очистины От всякие скверны, И спаси блаже души наши! Отец Наш Небесный, Болим Тебе, Венем Господа нашего Иисуса Христова Спасителя, Пребудь с нами! Чтобы мы всегда были в истине Твоей! Были истинными, Верными сынами и дочерями Твоими! И слава с Вами Отцу и Святому Духу! Ныне всегда и в веки веков! Аминь! Что-то вроде как там... Рядом, через стенку было побольше у нас... Сейчас вернусь сюда... Детей сюда! Зарядите! Евангельское чтение, толкование... Толкование... Евангелие от Матфея с 21 по 46 стихи... Когда же приблизилось время плодов, Он послал своих слуг виноградарям взять свои плоды... А, нет, 21... Выслужите другую притчу... Был некоторый хозяин дома, Который насадил виноградник, Обнес его в ограду и выкопал... В нем точило... Построил башню... И отдал его виноградарям... Отдал его виноградам... Отлучился... Такое толкование... Так... 33-й, да, это стих... Сей человек... Домовладыка... Есть Господь... Названный человеком по своему человеколюбию... Виноград... Есть народ иудейский... Насажденный Богом... В земле обетованной... Ограда... Означает закон... Не позволявший иудеям... Смешиваться с язычниками... Или святых ангелов... Хранивших... Израиля... Тачила... Это жертвенник... Столб... Это храм... Делатели... Делатели... Вот винограды... Это учители народа... Парисеи... Книжники... Написано, что отошел... Отошел же домовладыка Бог... Когда уже... Не хотел более говорить с ним... В столпе облачном... Или отшествие Божие... Означает долготерпение... Так как Бог... Представляется... И спящим... И далеко отстоящим... И не слушающим... Когда долготерпит... Не обнаруживая гнева... Всякий день... И не тот час... Подвергая нас... Истязанию... За... Неправды... Наши... Далее... 34-39 стихи... Когда же приблизилось... Время плодов... Он послал своих... Слуг... Виноградарям... Взять свои плоды... Виноградаре... Схватив слуг его... Иного прибили... Иного убили... А иного... Побили камнями... Опять послал он... Других слуг... Больше прежнего... И с ними... Поступили так же... Наконец... Послал он к ним... Своего сына... Говоря... Постыдяться сына моего... Но... Виноградаре... Увидев сына... Сказали друг другу... Это наследник... Пойдем... Убьем его... И завладеем наследством его... И схватив его... Вывели вон... Из виноградника... И убили... Толкование... Блажену Фефиларта... Время плодов... Наступило... Во времена пророческие... Ибо посланные рабы... Были пророки... А делатели... Ложные учители... Архиереи... И книжники... Одного они били... Как Михея... Коевосу... Седекия... Ударил... В Ланиту... Третий... Царств... Да... 2 глава... 24 стих... Читаем... Другого убили... Как Захарию... Между храмом... И жертвенником... Иного камнями побили... Как Захарию... Сына... И Адаева... Архиерея... 2 царств... 24 глава... 21 стих... Напоследок... Послан был Сын Божий... Явившийся во плоти... Так... Те самые иудеи... Которые говорили... Сей есть Христос... Распяли его... Извели же его... Вон из виноградника... Потому что... Вне града... Умершлен был Христос... Впрочем... Как виноградником называется народ... Так выражение... Вне виноградника... Означает и то... Что фарисеи... Злые делатели... Убили Господа... Не имея... На ту воли... Простосердечного народа... 40-41 стихи... Итак... Когда придет хозяин... Виноградника... Что сделает он... С этими виноградарями... Говорят ему... Злодея всех... Предаст злой смерти... А виноградник отдаст... Другим виноградарям... Которые будут отдавать ему плоды... Во времена свои... Толкование... Господин виноградника... То есть Бог... Отец... Пославший сына своего... Которого они убили... Когда придет... То есть... Когда... Возрит на беззаконе... Совершенное иудеями... Тогда злых... Погубит... Как и действительно... Призрел... И... Послав войско... Римское... Погубил... И расточил их... А виноградник свой... То есть... Народ... Предал... Делателем... 42-44 стихи... Иисус говорит им... Неужели вы никогда не читали в Писании... Камень, который отвергли строители... Тот самый сделался главой угла... Это от Господа есть дивный в очах наших... Потому сказываю вам... Что отнимется от нас... От вас... То есть... Царство Божие... И дано будет народу... Приносящему плоды его... И тот, кто упадет на этот камень... Разобьется... А на кого он упадет... Того раздавит... Толкование... Камнем называет себя самого... А зизжущими... Учителями... Учителями... То есть... Учителями... Учителей... Иудейских... Которые... Принебрегли его... Как непотребного... Но он... Воскресший из мертвых... Положен... В главу угла... То есть... Стал главою церкви... Связуя иудеев и язычников... Одною верою... Ибо как камень... Положенный под углом здания... Сдерживает с той и другой стороны... Стены его... Так и Христос... Совокупил всех... Одною верою... Сей угол дивен... И есть от Господа... Ибо церковь... Содержащая... И соединяющая нас верою... Произошла от Господа... И достойна великого удивления... По своему... Благолепному устройству... Дивен угол сей... Потому что... Слово Христово... Утверждено... И укреплено чудесами... А потому... Дивно и... Составление церкви... Царствие Божие... То есть... Право иудеев... Принадлежать Богу... Отнято у них... И дано уверовавшим... Упадающие на камень... И соблазняющиеся... О Христе... Сокрушаться... Во второе пришествие... Впрочем... Они сокрушены... Уже им... И ныне... То есть... Рассеяны... По всей земле... Как видим это... На нечистивых идеях... Раздавит... Это означает... Рассеет... И... Развеет их... 45-46 стихи... И слышав притчи его... Просвященники и фарисеи... Поняли... Что он о них говорит... И старались схватить его... Но побоялись народа... Потому что его почитали... За пророка... Толкование... Евреи доселе желают... Принять Христа... Но не... Принимают... И не разумеют его... Они примут антихриста... И поклонятся ему... А Христа не примут... И не узнают его... Ибо закрыли свои очи... И не хотят видеть... Света... Аминь... Аминь... Скажи что их... Толкование... Напишите... 156 стая... Толкование... Откроете... И там все найдете... Ничего... Я хочу поблагодарить... Я хочу поблагодарить... Всех... молитвы, кто молился. Все прошло благословенно. Дорога, конечно, была очень тяжелая. В общем-то, последние полгода, когда мама болела, меня часто посещали мысли о том, что если вот произойдет, если мама отойдет, то как мне вообще туда попасть, потому что очень сложно. Но Господь так все устроил, что вот, когда я узнала, что ее положили в больницу, она в тяжелом состоянии, я прям сразу поняла, что надо ехать. Игорь меня поддержал, слава Богу. Хотя это очень по деньгам затратно было. Мама еще наша помогла нам, слава Богу. Самолеты летают два раза в неделю всего лишь до Магадана, и то есть Новосибирска. Поэтому вышло так, что я маму не застала живой. Ну, слава Богу, приехала на похороны. Ну, еще был у меня день, чтобы организовать отпевание. То есть я ехала до Новосибирска, ждала там береза до Магадана, прилетела в Магадан 6 часов к лету. Оказывается, ничего там не ходит до нашего Ягодного, там 523 километра. Раньше летали местные авиалинии какие-то, автобусы какие-то ходили. Сейчас ничего нет, надо было ехать на такси. 14 часов ехала на такси. Дорога очень тяжелая, пыльная, еще была жара. В север выглядит ужасно, все развалено. То есть вот там вот... Возле Магадана там пола откатка, два еще поселка, где-то час езды от него. А там дальше часов 10 полностью чистая трасса, разваленные поселки по разные стороны трассы. В общем, только вот первый поселок появляется где-то через 10 часов езды. Ну, в общем, вот наша Ягодная, был районный центр, было где-то... Ну, там поселка 25, да, было? Важно, да. 10 постсоветов было, сейчас осталось 4 поселка. И то вот развалено такое впечатление, будто прошла война. Все закрывается, все разваливается. Хотя продолжают убывать золото тоннами также. Ну, поменьше сейчас, но все равно. Я переживала, как мне пройдет встреча с сестрой, потому что мы практически не общались. 20 лет. Да. И, в общем-то... Вообще не общались. 22 года не общались. Да, она меня встретила очень сухо. Когда мы начали разговаривать, то все изменилось. И, в общем-то, можно сказать, опять обрелась сестра. Такое вот воле нас объединило. И, конечно, очень печально, когда родственники как-то начинают по-новой общаться. Именно вот на основании каких-то вот этих печальных событий, когда кого-то провожают из родных. Лучше поздно, чем никогда. Да. Оказалось, что... Я вообще как-то переживала. Мы с мамой говорили о вере, но она не особо открывалась. И когда я ехала, я, конечно, очень переживала у нее эту тему. Но когда я приехала, зашла к ней, увидела, что у нее дома прямо вот красный угол, то есть иконы. Что у нее, у прикроватного столика лежит молитва слов, лежит Библия с закладками. Я увидела, что там она с собой в больницу, помимо всего, брала молитвы. Прямо вот от руки написаны. То есть, не просто даже вот так вот, а именно вот она, самые такие основные молитвы, там и какой-то наш, все написаны от руки у нее. То есть, она все это с собой даже в больницу брала. То есть, было видно, что она там уже в свое последнее время уже думала. Поэтому я уже как-то вот в чистой совести, что называется, обратилась к священнику в отпевании. Причем вышло так, что у них там сейчас есть храм, когда мы уезжали, еще не было. Причем здание бывшего постсовета. Ну, сейчас даже строится какой-то новый храм, но еще в таком состоянии зачаточном. Не знаю, сколько это будет продолжаться, может, уже ничего не будет, потому что все разъезжаются. Но, тем не менее, какой-то храм есть, там даже есть священник, но он был в отпуске на тот момент. Отпусками собирают большие, по полгода. Поэтому, то есть, вот они полгода были без священника. Но, прям, Господь сотворил такое чудо, что с соседнего района, с Уссумана, приехал священник по каким-то своим делам буквально на два дня. И это как раз вот были вот эти два дня, когда у мамы были полгода. Прямо вот, ну, чудо Божье, это ясно, что по молитвам. Так что я вот пошла, договорилась об отпевании. Ну, я сразу объяснила, как, что. Что вот мама молилась. Ну, то есть, что она, в общем-то, не просто так вот, что опойте, потому что так положено. Исповедовалась она, да? Правда, не знаешь? Я это так и не смогла выяснить, потому что, ну, вот я об этом так уже скажу. В общем, вот, было, там вообще все организовывать очень сложно. Группу, крест, это все заказывали в Магадане. Могилу копали там три дня, потому что очень сложная почва, четыре человека. Ну, в общем, все это, там все организовывать очень-очень сложно. Ну, все как вот. С камнем помочь, все получилось. То есть, все так вот прошло, знаете, вот душевно, как-то так вот легко. И сестра согласилась на отпевание, то есть она вот с этой стороны, она сказала, делай все, что нужно. Я согласна, все, я поддержу. Проблемы, вот, да, это слово многие не любят, но действительно возникали проблемы с такими вот простыми даже вещами. Даже вот платки на голову на отпевание негде было взять. Ну, я-то себе взяла, вот, была сестра и племянница. И я начала, думаю, ну, пойду, куплю, все. Нету, понимаете, нету, вот просто нету. Не востребовано. Да. Эффектуальных магазинов нету, естественно? Ничего нету. Я уже, я говорю, ну, где у вас магазин ткани, какие-то ткани? Нету. Ну, вот есть там вот магазин уют. Я говорю, я туда пришла, там какие-то иголки, нитки, ну, что-то такое, по мелочи. Я говорю, девчонки, ну, неужели ткани-то нету? И вот она только пошла, куда-то там на складе рылась, достала, нашла какой-то кусок там рулона, остатки какого-то там черного сатинчика. Я говорю, ну, давайте, давайте, давайте. Я сама там эти плоти, даже там кружево откопала, с кружавчиками сделала. А я думаю, ну, а как же, вот у вас, когда люди гуляли, а вот мы черную ленту вот так вот на голову повязываем, и все. Самый короткий. Вот тут какая лента-то нету, уж мы сделаем по-человечески, как положено, с платочки. Вот так, что мы там шили одинаковые кружки, ногтем, с кружавчиками даже вот так. То есть, да, то есть даже по местным меркам мы выглядели, прям, скажем, роскошно. Там многие умирают сейчас, на следующий день были похороны, но после нас мы уже разбиваемся и все. В общем, ну, вот так вот, все прошло, прям вот ладно, и на следующий день, после похорон, я прям чувствовала, что прям вот камень упал из души. И мы, когда на следующий день пришли на могилу, там тоже зажгли свечи, я там у мамы нашла вот этот вот набор, как вот привозят там с Иерусалима со святой водичкой, там с землей, да. Маслей. Да, ну, там масло, да. И я еще тоже эту землю тоже насыпала на могилу, все, мы зажгли там свечи, тоже постояли я, помолилась. И тут прискакала белочка, и вот мы сколько стояли, скакала вокруг нас белочка. Веселила нас немножко. Ну, не то, что веселила, а ну, какое-то умилотворение вот на сердце, и я стояла и говорила. Ну, я, собственно, и речь сказала, ну, как-то вот, когда нам поважали, я сказала, что то, что мама была очень легким человеком, то, что она не отягощала себя унынием, не отягощала себя осуждением, что она всегда прощала людей. Ну, ты, говорит, знай, да, какая она была вот в этом отношении. И то, что без вот этих вот хамней, которые люди за пазухой носят, да, легче возноситься все-таки. Вот, и то, что я все-таки вот верю, что она заслужила в Царстве Небесном, тем более, вот она в последнее время думала о своей душе. А моя племянница спрашивает, а откуда вы знаете, что она вот там? Я говорю, ну, знаете, мне вот Господь на сердце кладет то, что мне легко на сердце. Что вот я как-то, ну, вот, кто это пережил, кто вот это пережил, то понимает, да, наверное, как это вот, что сердцем чувствуешь? Да, да. Спокойно, спокойно. Да, вот, да, умиротворение такое вот какое-то на сердце. Уже многие вот какие-то из вас тут опережили. Поэтому могут помочь. Ну, и обратно то же самое было очень тяжело. Там еще задерживали рейсы. В общем, я двое суток добиралась. Физически было тяжело. Ну, морально вот было легко, что вот все, так и получилось. А о храме и о верующих, которые там находятся. У нас там была семья, с которыми, собственно, мы начинали. Мы вместе читали Библию, разговаривали с духовным. Эти люди остались верующими. Причем у них так до сих пор ходят в храм. Причем они, что называется, составляют там костяк. Ну, у них там, я не скажу, что община, я так не скажу. Просто люди собираются на молитву. Без священника у них там тоже идет на службу по морскому чину. Но я почувствовала очень большие несоответствия с тем, что, например, как вот у нас это происходит. Мы как бы привыкли, мы понимаем, как само собрасывающееся. Но когда человек оказывается где-то в другом сообществе, то он может увидеть такие различия. Есть с чем сравнить. Да, сравнить есть с чем. То есть они просто собираются и просто читают какой-то Акафист. Ну, то есть вот праздник какого-то святого, они читают Акафист. Почитали Акафист, вышли, там, все, разошлись. И я потом вот этой Гале, ну, у них, кстати, первая старшая дочка выучилась на Лиденто. У них четверо детей. Да, четверо детей сейчас. Четверо дочек. Четверо дочек. Она вышла замуж, сейчас муж ее священник, они в Белоруссии живут. То есть она стала матушкой. И я вот говорю, Галя, ну, ты знаешь, у нас вот тоже, у нас две общины, деревенская и городская. А здесь священник. И он служит и там, и здесь. Поэтому у нас тоже часто бывают службы университетчиня. Я, конечно, понимаю, что с СССР университетчиня не ходит. Но вот я просто расскажу, как у нас это происходит. Может быть, вы что-то доброе возьмете. Потому что у нас вот такой опыт уже есть. Я говорю, ну, во-первых, у нас всегда читается и деяние, и Евангелие. Обязательно на службе. Апостолы. Апостолы. Да, апостолы и Евангелие, да. Обязательно читаются на службе, даже без священника. Во-вторых, у нас обязательно всегда говорится проповедь. Ну, то есть, ну, рассказал, что там собрание у нас, что, ну, как вот мы делимся всем. Она говорит, ну, да, ну, вообще-то это правильно, конечно, почему-то нам в голову не приходило. Ну, сейчас батюшка приедет, мы будем просить у него благословения, чтобы исследовать ее не будет, чтобы вот так вот проводить службу. В студии знаю, что там, как скажут, что батюшка, и не знаю, почему так Господь устроил, что батюшки не было, и я с ним не встречалась. Может быть, это вот промысел тоже, что ли? Что-то нужно знать, что промысел. Может быть, да, потому что тот священник, что называется чужой, он никого, ничего, он просто вот, ну, я пел, ну, мы побеседовали с ним, и, ну, он такой адекватный, то есть, он спросил, верующий, неверующий, как, что, я ему все объяснила. Я говорю, ну, мы с мужем, как это принято говорить, по сарковной, поэтому я знаю, что там и псалтирь надо читать все. Он говорит, ну, да, Жаса, конечно, что у нас отдельная традиция, читать им и псалтирь над телом. Можно было просто сказать, что я читец. Ну, я говорила, что у меня. Ну, тогда все. Ну, вот так вот. Но явился, сколько им лет? Сто. То есть, есть повод поблагодарить и за то, что вот так Господь все устроил, и за то, что мы тут живем, на Алтае, потому что, ну, даже не о духовном, а о обычном таком житейном. Аборигенам это не понять? Да, потому что, вот понимаете. А вы все аборигены, никто даже не улыбнулся. Да, да. Потому что, вот, я же говорю, вот, складок купить уже невозможно. Что-то такое, вот, священника нету. Вот у нас, понимаете, вот, да, вот, например, в батюшке нет, что-то случилось, все равно мы можем там священника есть. Любого какого-то. Да ты расскажи, что ты огурцы с собой привезла, а не за огурцы там чуть руки на тебе не целовались. С огорода, просто огурцы собрал в сумку и все, что привезла туда огурцы. Нет, я не только. Ну, молодец, поздравляю. Ну, это, ладно, огурцы бог с ним. Да, конечно, против. Да, да, да. Нет, я просто вот к тому вот говорю. Вот такая вот такая. С огорода у меня проблем. Так что, смешно даже. Там нет и ничего. Там невозное. Могила не будет. В чем там лечь вообще? Как не растет, ну что, на камнях что-то? Да, я вот еще вот тоже облагодарила, что мама настолько была вот человеком, ну, что называется, вот непротивным, что она даже умерла в самое хорошее время. Но. Что это не январь какой-то, что это не весна, не осень, когда вот это распутится, никуда там не проедешь, ничего. Так там могилу надо было где-то динамит доставать. Ну, потому что вот так и делают. По-другому языка. А тут вот такое время благодать, и причем вот мы ее похоронили, вот 25-го, то есть это было 22-го, на один день похороны. И на следующий день пошли дожди, и началась осень. То есть вот даже вот не успели такой день, скажем, что я похоронил. Ну, вот я же говорю, вот священник вот уехал на полгода, и все, и больше, считай, взять неоткуда. Тот вот просто по делам случайно приехал. А так у него бы там была та же служба какая-то, и что, он бы не приехал, и все. И даже не отпадешь. Это Господь усмотрел так. Да, Господь усмотрел. То есть вот, я же говорю, до такой степени все вот эти вот ограничения, куда-то что-то выбраться. Вот мама вот, чтобы ей диагноз поставили, она поехала в Магадан за вот эти вот 500 километров. То есть не врачей толком нету, ничего. Уже не 500, до Магадана 700. Это до Сокола, до аэропорта 500. А ну да, да. 350. А до Магадана все 700. Это вообще-то очень далеко. У нас все 14 километров. Так что люди живут в такой изоляции, ни работы сейчас нет. Ну, вообще, ужасно. Мы тут на материке живем очень. То есть, какая-то очень... Ну, у нас тут тоже вот так же, в деревнях там живут. В деревнях, по крайней мере, я же говорю, можно священника достать. Да хоть что можно в деревнях. И продукты выращивания. Там такие выращивания, там свиньи такие. Сел, доехал тот же районный центр какой-то. А там никуда ничего не доедет. В толщину. Ну, мы делим выбрать. Да, конечно. Если до Москвы 80. В общем, ценить нам то, что мы имеем. Да, поэтому, да, мы должны очень ценить то, что мы имеем. Ну, просто никто не знает. И то, что, конечно, и общество верующих людей, это тоже очень важно. Так что вот я еще раз, без всех благодарю за молитву. Я это очень чувствовала. Слава Богу! Аллилуйя! Как ты доехала, так мы прям все там это вообще стояли. Да, я это чувствовала. Спасибо. Слава Богу! За маму-то молилась. А что ты раз за общение? Как раз мы вынесла. Ну, вот еще раз повод... Поблагодарить. ...к тому, чтобы сказать, что будем ценить то, что имеем. Невероятно. Чтобы не было так по пословице, что имеем не храним, а потерявшим плачем. Даже просто своих родных похоронить не бывает иногда. Можно было и не успеть даже. Еще бы буквально один день не предупредили, что мама заболела, и все, она бы не успела и на попу. Ничего бы не было. И потом мучились бы всю жизнь. Как, да что. Ну, а болящих? Я на Кузьминичестве 7 дней. Ну так, никто вроде не звонил, чтобы заболел вот так. Оля у нас, слава богу, вот пришла. Одни за Гуляева в поездки, а вторые тоже в поездки? Нет. Саша уехал в деревню. Ну, нужно им там было. С Тарасием. Да, с Тарасием. Они сегодня возвращаются. Вот за путешествующих. Мы вчера молились, он уехал. Сегодня молились. А остальные? Вот. Ну, Игоря... Остальные без машины, поэтому. Их надо было привезти, да и все. Не могут, Галя предупредила вчера. Сказала мне эту сиюзу, да. Мы вот радуемся, что друг это здесь. Ну, да, да. И вчера и садовы. Все. Что-то лучше. Вот так бабушки все вроде бы. В Буфурсе, но в хозяйстве. Анна Кузьминична не можем дозвониться. Наконец, отвечает почему-то на телефон. То ли они совсем туда уехали, на дачу, наверное. Наверное, еще уехали. Вот. А, Марина без меня. Ну, Сорость, Николаевна. Здесь у нас вот так будет. Сорость. Валентина Барышникова звонила, что она тоже заболела. Что-то там... Сегодня еще не добавлю. Она позвонила сегодня утром. У них вчера был очень сильный дождь. Она говорит, я не могу даже выйти из оград. Ноги расползаются под такой траве и тени тяжело подали. Марина, еще есть слова? Не знаю. А, Кравченко, еще можно минутку? Кравченко звонила. Вот я удивилась даже. По телефону звонит. Но с Нахатом заблокировала и мой телефон, и ее заблокировала. Она пытается набирать меня, а никаких я ее пытаюсь набирать, но связаться никак не можем. Съездить надо. Как-то надо вот съездить, конечно. Я в прошлый раз... Вы уже пути знаете. В прошлый раз съездили, но это очень сложно, конечно. Она неверующая. Съездить надо. А ей нужно, у нее сердце-то у нее съездить как-то. Может, перед смертью ей надо уплакается. Марина, она опасается. Ну, я не знаю, Игорь, ты еще не говорил, да? У нас, может быть, даже в наше общество не появится еще один член. Может быть, не знаю. Ты так странно говоришь. Ты говоришь, как говоришь. Нет, я не беременна. А я так говорила. Нет, просто у Игоря тут образовалась двоеводная бабушка. Тетушка. А, тетушка. А, которая приезжала сюда на ползновых. Тут, когда все начали выяснять родство и так далее. Ну, не важно, не важно, кто она. Короче, бабушка одна. Ну, 79-й год. Она ее сейчас, да, вчера ше попросилась к нам. Да она его тетя, как и бабушка. Ну, ну, что-то мама начала там, я начал выяснять, потом выясняли, выясняли, оказалось мне все-таки тетя. Ну, не важно, я, честно говоря, не вникала особенно в Ростов. Ну, мне это, собственно, не важно. Бабушка, бабушка. Буду жить. Она попросилась, да, к нам. Ну, вот мы тут посоветовали, решили взять. Так что вот у нас появится еще один член нашей семьи. Ну, которая приезжала, там, видео снимали. Да, да, да. Она такая, Бабарюся, которая. Бабарюся, да. Ну, она вообще. Ну, уж не знаю, там, что-то. Ну, она майор милиции. Да. При советской власти еще была. Ну, тоже вот помолитесь, чтобы... Работала с несовершеннолетними сегодня, всю свою жизнь. Она не хорошо тут с Надеждой Васильевной. У ней 40 лет, по-моему, или 50 лет. Она сейчас как майор. Нет, нет, она, нет, ничего там такого. Да я даже не понял. Она такая, юридический подковник, господин. Чтобы у нас с ней на отношения сложились. Ну, да, это сложно. Да, и чтобы она расположилась. Ну, ладно, действительно у нас было с ней полное согласие. В духовном плане, чтобы... Да, и заезжают к нам обратно в Густиново девчата. Уговорили их родителей все-таки, что мы не плохие. Не кусаетесь? Да, что все-таки... А Енафа? Енафа, ну, а вот она здесь, Енафа, на улице. Она дома будет жить в этом году. Дормально? Так, ну вот, про Ивана. Иван наш, дробот, поступил. Когда появился? Устроился там на жительство. Не в общежитии. Не в общежитии. Квартиру нашел он. Да, вот, квартира там. В четвером будете жить, да? Да, Ваня, ну расскажи и все. А зрели вообще же все. В общем, недавно съездили туда. С тетей. С тетей ездили, разговаривали с нею. В общем, когда искали дом, я вам говорю, что поеду к этому батюшке. В общем, батюшка оказался не вариант. Он живет намного, очень далеко. Да. На автобусе каждый день туда ездить, это проблематично. Это храм рядом. Да, храм рядом, а сам он живет совершенно в другой стороне. В общем, мы пошли, зашли вот этот пропускной пункт. Значит, спрашивают, нету ли, не было ли заявок, кто-нибудь не подавал. Потому что мы в прошлый раз, еще когда с дядей Сережей ездили в начале лета, там говорили то, что иногда бывает, переходят бабушки и оставляют свои объявления о том, что могут давать комнату. Ну, мы пришли, спросили, она говорит, вот есть, такая-то, телевизионная, 20. Ну, мы пошли туда. Оказалось, нет, через стадион, метр пятьдесят туда идти, всего лишь, минуты две. Пятьдесят. Туда, правильно. Метер пятьдесят туда, пошли. Искали этот дом. Маленький красненький дом с цветочком на двери. В общем, искали этот дом. Нашли его. Неплохо. Нашли его. Така. Пришли к этой бабушке, в общем, мы разговариваем, разговариваем. Она говорит, вот, какая-то плата, две пятьсот, две за проживание, пятьсот за коммунальные услуги, электричество, прочее. Казалось, что сначала, еще в начале, когда мы с тетей приехали, казалось, что нас будет двое. Я и мальчик, который идет на третий курс по имени Виталия. В общем, говорит она, он такой же ростом, как я, примерно. Ну, говорит, особых таких вот, сам человек хороший, особо таких вот плохих примет не замечал. Он говорит, вроде бы курить начал в последнее время. А вот потом, когда мы вот совсем недавно приезжали, еще два дня назад, приехали еще раз туда, оказалось, что нас уже четверо. Там приехали еще какие-то первокурсники, два друга. Они сказали, мы вместе будем жить. Вот мы вот два друга, мы хотим вместе жить. В общем, жить мы будем те в четвером. В одной комнате? У нее есть баня, но баня так себе, поверьте. Если сравнивать с нашей, даже наша намного лучше. Это какая-то чуть в сторону наклинившаяся. И фундамент у нее намного хуже, чем наш. Подставьте. Наш фундамент он такой заливал, что атомную войну выделил. Все в ваших восьмерых руках, ваши четверых. Да, у нее еще пять соток. Она сказала, что у нее еще такие условия, что помогать немножко будем по дому, то есть по огороду. Но там работаем. Пять соток. Пять соток нам. Так вы еще и питаться будете. Раз в два и готово. Зеленью. И еще она, там еще такие вот она сказала, то, что у нее условия, то, что обеды готовит она. То есть у нас получается то, что у нас между парами, между первой, второй парой, ой, между второй, первой и третьей, четвертой парой, там будет небольшой перерыв в 45 минут, поэтому обеды будет готовить она. То есть вы будете успевать поедать. Да, она будет готовить обеды. Счастливые. А завтраки и ужины мы будем сами себе готовить. В общем, да ладно, небольшой списочек, каких продуктов ей можно с собой привозить, еды. Говорит, понемножку, много привозить не стоит, потому что у нас четверо, много привозить не стоит, там складировать некуда. Но домик у нее небольшой, относительно. В одной комнате жить будете, что ли, в сочетании? В сочетании нет. Два в одной, два в другой. У нее три комнаты, гостиная, своя у нее комната. У нее небольшие комнаты. Одна комната на меня и Виталия, вторая на двух еще каких-то ребят. В общем, я их не знаю. Там приедем, будем смотреть, какие они. Да тебе они что, в другой комнате живут? В общем, икона она мне разрешила. Я спрашивал у нее, можно ли иконы привезти. Она сказала, можно привезти одну, потому что у нее и так своих, говорит, много. Она сказала, привези одну свою, мы ее там посмотрим, куда ее поставить. Ну, а Библию, само собой. Слава Богу, Аллина. Аминь. Ты там приучи молиться. Почему не мать? А вот общежитие, там история пострашнее. Мы пришли к завучу, мы искали директора. Оказалось, директор был куда-то отъездить. Мы начали спрашивать заместителя. Нам дали завуча гафедры нашей ветеринарии. Не завуча, а завкафедры. Пришли к ней, в общем, разговаривали. Она сказала то, что общежитие не вариант. Из-за таких жестоких условий, там, получается, говорили то, что постоянно ребят, местные, местные глыбы, первокурсников все время на счетчики ставят, на счета, деньги с них все время стаскивают. Приходят в общежитие, прямо в общежитие приходят, вытаскивают тебя из комнаты, избивают и с тебя деньги стрясывают. А потом их отправляют куда-то на зону. В общем, там дедовщина. Она сказала то, что из 100% 30% убывают в первые месяцы. Говорю, недавно, в прошлом году. Где вариант, что они к вам не придут? Вот именно. Потому что мы находимся... Они потому что, получается, у нас тут учебные корпуса, общежитие с одной стороны, а мы совершенно в другой стороне. Прям далеко им идти. Вряд не придут. Нет, там уже все договорились. Сейчас мы уже говорили. Там все нормально. Если они не знают, что вы там новые, то они обязательно будут... Не придут. Уже все договорились. Они придут только по той причине, что они не знают, это родственники или кто. Может быть, это... Они не знают. По той причине, что мы будем молиться. А еще скажи, по той причине, что с участковым уже... Это... Договорятся там они. Договорились уже беседы. Да. Да. И еще тут такое дело, то что бабушка вот эта, оказалось, что у нее 30-летний стаж в медицине. Она работала на скорой помощи 30 лет. Понятно. Проработала. Поэтому у нее характер вот такой вот. Да, да. Хорошо. Она говорит, при ней вообще никто не ссорится, пока она живет. Никто из них, из тех, кто у нее жил, не ссорился ни разу. Она следит, их держит. Молодец. У нее генеральная уборка, всегда говорит, в доме. Каждую пятницу, на неделю. Бабушка молодец живет. Классная бабушка. Как я так не догадался. Ну, как говорил Игнать Тихонович, если хочешь стать профессионалом своего дела, найди себе самого жесткого учителя. Жесткого. 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 Аминь. Аминь. Боже, молодец. Поможет тебе Господь. Боже, молимся за них. Ну, уже молитва действует. Все-таки бабушку такую богу. А что, говорит, так быстро получилось? Да, это, вышел в поле, и вот Бог послал мне навстречу, говорит, по твоей молитве, отец. Помните, да, это? Да. Исап. Ну, еще у кого есть сообщение, просьба, благодарение. Ну, если все, тогда следующее у нас что будет, как обычно? Песнопение, трапеза и занятие. А почему Лены Политыкиной нету? Лена позвонила, простите, забылась. Лена позвонила, что-то, ну, не важно, они себя чувствуют, что с полечкой, и сегодня у тебя как. Лена едет. Ну, не так, что очень серьезно там, но... Едет? Любовь Николаевна, а где... Вот у меня уборка с Юлей, мне назначили, я ей написала, она мне не отвечает, где Третьякова? Они не отвечают, а Игорь звонил сначала. Я скажу, что приду. Вместе будем тогда. А, с вами? А они-то будут? А я когда-то. Когда придет зрение, они с вами все приедут и скажут. Они очень далеко и... А, мы ничего не можем сказать. Скажи, что вы... Где море, я сейчас? Она есть якова истину, блажит дитя Богородицу, Тресна блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога слова родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, От мутанных расприй, От беззакония, которое втайне, Останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы принимали мудрые законы, И всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, Чтобы божественную любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаятся в небрежении своему, И проповедует смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, прави досуды Твои над Россией, За то, что оставили Тебя и Слово Твое изреченной Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твоя, Бога и Его. Дух Святой да наставит нас, Не признавать никаких иных богов вопия, А воочию. Господи, научи нас сми кратно в день Прославлять Тебя за суды и правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение, Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Оля, Оля.